Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую всех на интерстриме инвесторов Utrade.TV. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем эфир передачи, которая называется «Инвестиционные идеи» за сегодня, 26 февраля 2021 года, пятница. Желаю всем успешного завершения трудовой недели и хорошей прибыли, чтобы последние зимние выходные провести с хорошим настроением. Напомню, друзья, в понедельник уже весна, перезимовали, ну а в Москве уже красота, плюс 4. При этом, друзья, хочу обратить ваше внимание, что на этой неделе произошел резкий переход температуры в Москве, да, думаю, на многих других территориях огромной нашей страны, при которой температура упала, например, в Москве с 24 до плюс 4, вот, за 4 дня. Это, конечно, резкий перепад и влияет на состояние человека. Поэтому, если вы сегодня чувствуете повышенную усталость, утомляемость, такую некоторую разбитость, или, скажем так, что-то обострилось, там насморк какой-то обострился, еще что-то, не волнуйтесь, это перепад температуры. Мы все-таки часть животного мира, не надо об этом забывать. И вот такие резкие перепады влияют на любое биологическое, так сказать, существо, и оно адаптируется. При адаптации, естественно, затрачивается больше энергии, чем на обычную жизнедеятельность, и человек больше утомляется. Поэтому не спешите бежать сегодня в поликлинике. За субботу, воскресенье все нормализуется, и вы к понедельнику будете как и лучше. Вот так, друзья. Так что всех поздравляю с окончанием зимы. Последний зимний эфир. Следующий эфир в понедельник уже весенний. Ну что, давайте посмотрим, что у нас творится на рынке. Технические и фундаментальные анализы. И примем решение, как нам жить и работать. Евродоллар, коллеги. Ну что, всю неделю еврик пытался уйти наверх. По разным основаниям. Мы, естественно, за всем внимательно следили. Неделя по евро. Давайте поставим позав. Вот начало недели. Один. В понедельник мы открылись. Один. А вот этот маленький, это воскресный, да? Это воскресный. Тоже надо его, конечно, учесть. Это швейцарская платформа, напомню, висклодбанк. Метатрейдер пятый. Поэтому воскресенье еще один час получается после открытия идет воскресный. Маленький бар, как правило. Ну вот мы открылись в воскресенье. Один. Двадцать. Двадцать. Закрылись вчера на один. Двадцать. Восемьдесят один. Ну так сказать, вроде немного, да? Семьдесят пипсов торговый диапазон. Но вчера выстреливали очень сильно. И все прямо уже наживали такие высокие цифры. Один. Двадцать два. Сорок один. Показали. Ну, вы знаете, я думаю, что и все. Вот этот шпиль теперь будет отрабатываться вниз. И думаю, что сегодня пятничная коррекция приведет нас к открытию недели. К один. Двадцать. Двадцать. Ну, то есть, не сказать, чтобы много, но двадцать семь пипсов. Это тоже деньги. Вниз постоять можно. Вот такое впечатление, друзья, у меня от сегодняшних событий. Причем здесь два фактора объединяются. Это технически. Ясно, после высокой недели, естественно, отбой произошел. Американцы вчера приняли решение в 17.30 продавать еврика. Вошли в доллар, усиливали доллар. Ну, и сегодня тренд продолжился под действием фундаментального фактора. Вчера американские авиавойска нанесли удар по проиранским боевикам на востоке Сирии. Они их атаковали несколько раз. Несколько американцев на базах пострадали. Ну, вот им ночью по-нашему и ответили. Вот. Там есть пострадавшие, естественно. Ну, ну, авиационный удар такой полномасштабный, ракетный. Вот. Естественно, это сразу повлияло на ситуацию в регионе. И, естественно, это усилило укрепление доллара. И, на мой взгляд, поскольку таких вот военных действий со стороны США не было достаточно давно, я думаю, что сегодня вот эти два импульса технические за счет того, что неделя положительная была по евро-доллару и фундаментальный за счет того, что обострилась международная обстановка на Ближнем Востоке, это всегда способствует укреплению доллара. Бегство в доллара часто происходит. Поэтому, на мой взгляд, мы идем на открытие этой недели. То есть достаточно большой путь. Можем пройти в целом более 70 пипсов. В это верю. В это верю. В понедельник будем обсуждать все по-новому. И давайте не будем торопиться. А давайте посмотрим, кстати говоря, в рамках восходящего тренда. Есть у нас куда снижаться? Да, конечно, есть. Есть у нас куда снижаться даже в рамках восходящего тренда. То есть вот эта отметка 1.21.12 сегодня даже не будет выходом из границ восходящего тренда. Поэтому абсолютно, абсолютно это допустимо и естественно. Ну, друзья, пока я же история укрепления доллара. Я жду по остальным инструментам. Давайте посмотрим, по каким уже мы прошли этот путь, по каким еще нет. Где можно будет поймать вот эту сжатую пружину. По фунту, друзья. Фунт пошел вниз активнее. Мощное движение. Вчера подтянули, потянули его наверх. Но нет. Отметка 1.4138 стала такой принципиальной. Двинули вниз. Сегодня опять есть уже 1.3935. Мощное движение. Ну, и такое впечатление, что мы идем на... Ну, понятно, что неделю мы уже давно вниз пробили. Неделя уже отрицательная. Но такое впечатление, что мы идем на нижнюю границу восходящего тренда на 1.3822. Во всяком случае, современная, так сказать, база технического анализа позволяет нам это предположить. Поэтому фунтик вижу вниз. Даже больше, чем еврика. Он и растет-то непонятно почему. Для меня загадка. Брэнзит нанес серьезный удар по британской экономике. Он должен снижаться. Он должен сейчас быть 1.19, а он 1.39. Чудны дела твои, Господи. Фундаментальный анализ. Это такая... Это вообще существующая вещь или нет? Или это миф на тему? Поэтому, друзья, смотрим. Я вообще не верю в фунта. Мне кажется, он давно должен лететь вниз, как утюг в океане, просто падать. Ну, вот загадка. Загадка 2021 года. Почему он так сильно растет? Далее, друзья. Доллар японской иены. Вчера мощно вырос. Сегодня несколько снижается. Ну, я хочу сказать, что иена часто живет против рынка. Такое впечатление, что этот инструмент используют, чтобы вот именно, так сказать, заработать на людях. И японская, так сказать, какие-то группировки, видя, что доллар где-то растет, роняет доллар по иене специально, чтобы обобрать доверчивых людей, кто не знаком с японской иеной. Никакой идеи у меня нет. Доллар иена должен расти. Он не растет. Почему не понимаем, как никогда не понимали. Поэтому не торгую этой парой. 99% времени у меня, по-моему, даже идеи нет. Ну, вот наши коллеги, так сказать, многие торгуют доллар иеной, высказывают свои идеи. Давайте будем их слушать в течение дня. Джеймс Бонд пишет. Игорь, фундаментальный анализ как и волновой – это миф. Божечки-то мой. Вы так договоритесь, что все миф. А как тогда вообще торговать-то? Далее, друзья. Доллар, швейцарский франк. Вы тоже посмотрите. Доллар иена и доллар франк – у них очень интересная ситуация в последние дни. У нас и франк тоже. У нас и доллар-франк тоже непонятен. Посмотрите. Вверх-вниз, вверх-вниз. Уже, смотрите, сегодня и в верхнюю границу ударили, и вниз, так сказать, снизу начали, в верхнюю ударили. Уже откатились процентов на 70. А тоже нет тренда, друзья. Тоже тяжелая валюта. Давайте слушать других участников. У меня мыслей нет. Как-то доллар и по франку должен лететь наверх, естественно. Раз он по егрику. Смотрите, какое мощное движение. По фунту мощное. А по франку, ну, скажем так, откатили уже. А почему откатили? Непонятно. Нет, я оставляю франк. Нет у меня мысли. Доллар, канадский доллар, друзья, ударился внизу очень глубоко. Давно мы очень не были здесь. 1,2465. Теперь пытаемся отскочить. Но я что-то уже ни во что не верю. Доллар-канадец. Ну, понятно, на растущей нефти. На такой мощной. Его вытянуть нельзя. Поэтому я не очень верю в рост по доллару к канадцу. Мне кажется, удариться вот в эту сильную поддержку, которая стала сильным сопротивлением, пойдет как-то в боковике. Вот в таком. Поэтому больше думаю, что сегодня доллар-канадец, наверное, все-таки ударился на ФАИ. И я бы искал больше в продажу сегодня по этой паре. Австралийский доллар. Ну, красавчик какой. Удавился вчера в 0,80-0,4. И пошел вниз. И вот такой дорогой диапазон можем поставить. И куда его сегодня могут затолкать? Ну, мне кажется, на выкуп вот этой большой свечи вполне можем сходить. 0,77-0,64 – это получается 54 пипсово. Замечательные деньги. Половину мы уже прошли, но еще половину вниз пройти, я считаю, вполне-вполне можем. Для австралийца это нормальное. Большое расстояние, но нормальное, скажем так. Оно периодически бывает. Далее, друзья. А вот посмотрите, что творится по турецкой лире. И так же, как по франку, тут очень интересно, коллеги. Тут очень интересно. Он уже хорошо, мощно сходил наверх, доллар-лира, и отскочил. Так же процентов на 70, как франк. А почему он отскочил? Что все? Все, неделя положительная по доллару-франку, ой, по доллару-лире. Доллар ни на что не обращал внимания по лире, просто тупо рос. И выясняется, что это опережающий индикатор в очередной раз. Вот он, доллар-рос, рост оригинальной валюты, на этой неделе затолкал всех вообще на сегодняшний день. Ну, кроме доллар-иены, которую никто не понимает почему. Вот тоже нету. Обычно я говорю, берите доллар-лира, и будет вам счастье. Нет, надо смотреть сегодня. Непонятно, почему на 70% отбились. DAX, друзья. Ну что, затолкает, я чувствую, вниз сегодня фонду. Доллар доминирует сегодня. Не сказать, что прям мощно, но так. Придавил всех. Сбеком ушел вниз фьючерс на германский фондовый индекс DAX. В моменте 13,688. Вискну предположить, что будут толкать дальше. Пока, во всяком случае, 13,1459 цель. Фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500. Здесь много рассуждений на доходность трежерис. Там ее все анализируют. Прямо вчера начали, сегодня. С утра все анализируют изменение доходности, что теперь-то уже американцам точно кердык и так далее. Ну, не знаю насчет точно кердык, не точно. Но сегодня, судя по всему, утолкает. Потому что такое, знаете, общее какое-то настроение. Что-то спреды измеряет. Я не знаю. Государственный долг, отражение общеполитической ситуации. Все пошли в доллар. Вот, поэтому, как бы, я вообще не понимаю, кто вкладывает в американские трежеря государственные долговые обязательства. Потому что там копеечная доходность, процент, два. Там, ну, что-то вообще копье какое-то. Меньше процента. Что вы туда вообще лезете? Как надежность, говорят. Какая надежность? Это американский долг. Они сегодня, так сказать, должны. Завтра скажут, кому я должен, всем прощаю. Вообще, трежерис для меня это тоже одна из загадок. Кто и зачем их покупает? Я вообще не понимаю. Ну, так сказать, оставим это в стороне. Доллар, укрепляющийся доллар, судя по всему, хочет затоптать все. И, наверное, сегодня некоторое снижение по 75 может быть. Я допускаю, сам не участвую. Потому что я не вижу, так сказать, насколько глубоко это может произойти. Долго-то, друзья. Ну, посмотрите, доллар сегодня утоптал, вчера утоптал, сегодня утоптал. Мы с вами в понедельник ставили стрелочку вниз. Она реализована вчера была. Цель 1775. Ну, собственно, практически все прогнозы, которые мы ставили по укреплению доллара в понедельник, кто пересидел, кого не выбило по стопам, по тем инструментам, где высоко прошли, против нашей идеи, да, те, конечно, удержались. Кто нет, ну что, значит, не удержался. Тут ничего не сделаешь. Ну, да, цель реализована. Естественно, мы эту стрелочку удаляем. Эти мощные движения. Ну, давайте считать сначала. На лояр сегодня показали 1756. Могут ли дальше пойти? Вы знаете, неделя по золоту уже стала отрицательной. Я бы в золото не входил. Мне кажется, что все, что хотели уже поиметь, поимели. Мне кажется, сегодня будет какой-то боковик. Во всяком случае, входить в продажу золота я бы не стал. Сегодня, мне кажется, золото может продемонстрировать гораздо более эффективно свои результаты, свою силу относительно инструментов, которые еще не пробили поддержку. До поддержки там есть по 50, по 70, 500. А здесь уже все пробили. Уже могут испугаться и остановиться. Поэтому нет у меня позиции по золоту. Так же, как по серебру. О, серебро у нас отработало вниз. Так же в понедельник мы с вами рисовали стрелочку вниз. Серебро вниз отработало. Глобальное укрепление доллара. Тут однозначная рекомендация крыться. Кто в прибыли, кройтесь. И потому что здесь ситуация пробоя-отбой. 26,93. Совершенно не факт, что пойдем ниже. Поэтому вот сейчас в 10.29 закрыться, порадоваться, на этом остановиться. Но можно и неделю даже завершить на этом, честно говоря. Потому что доходность, когда такая хорошая доходность, ее надо просто принимать, облагодарить вселенную. Нет у меня позиции по серебру. Нефть. Нефть растет, хорошо растет. Но сегодня пятница. Принять прибыль, хорошую очень прибыль. Мы стартанули с уровня понедельник, получается. В общем, мы касались, мы были внизу на 58,89. Сейчас мы ударили вчера 63,86. Но это огромные деньги, согласитесь. Это 5 долларов. Мы прогулялись наверх. Конечно, люди хотят зафиксировать прибыль. На мой взгляд, сегодня вниз. Доллар вниз, постоять, заработать на пятничной коррекции. Абсолютно реально. По бренду другая ситуация. Видите, какое разноплановое движение. Вчера WTI плюс, сегодня минус. А по бренду наоборот. Вчера минус, сегодня плюс. Кстати говоря, я вижу, что у нас монета вчера была не права. Потому что вчера был плюс. Мы сразу ставим минус за прошлый, вчерашний прогноз. А сегодня по бренду даже выше, даже больше разлет между началом недели и ее завершения. Мне кажется, что уже можно продавать. Не верю в дальнейшее движение. Кто хотел, давно купил. А зафиксировать эту большую прибыль недельную. Желающие явно будут 67,28. Да, тут, может быть, по бренду не так активно это можно делать. Все-таки конфликт США и Сирии обострился. Это нефтегазодобывающий и транзитный регион. Поэтому держать на определенном высоком уровне цен на нефть из этого региона могут. Ну и, собственно, бренд, поскольку европейский бенчмарк, европейский стандарт тоже, так сказать, могут удержать. А вот американский стандарт могут закрыться. И ничего, все-таки это далеко, очень далеко от Сирии, скажем так. И я думаю, что если пойдет вниз WTI, она затащит за собой бренд. Тут тоже вот этот импульс военный. Он тоже не бесконечный. Но если хотите торговать нефтью, мне кажется, наиболее интересно продавать WTI бренд. Он слишком политизированный. Я бы лезть не стал. Доллар китайский юань, друзья, сегодня уже обновил ХАИ. На последние несколько недель. 6,50 он показал. Вот сейчас снижается. 6,47,92. Но я думаю, доллар сегодня отобьется. Отобьется и закроется в плюсе. Хотя, наверное, небольшом и непринципиальным. В общем, это не выбор номер один для меня. Доллар китайский юань уже слишком много пройдено. Российский рубль отказался с ГЭПом наверху. По тем же причинам, естественно, общего укрепления доллара по политическим причинам 74,55. Ну и обратите внимание, что на такой растущей нефти доллар-рубль ослабевает. Даже неделю открыли достаточно слабенько. Ну то есть, да, уже получается, нефть не является таким драйвером укрепления. И мне кажется, это говорит о том, что не сильно наши рвутся укреплять рубль. Видимо, бюджет требует наполнения. Доллары надо продавать дороже. Видимо, доллар-рубль отпускает. Хотя при первой возможности его прижимают. Но, тем не менее, коллеги, мы видим, что за неделю мы по-любому, при любых подсчетах, но прямо сейчас неделя для доллар-рубля положительная. Будет ли сегодня снижение, будет ли рост. Все-таки нефть тоже надо учитывать. Я бы, вы знаете, не заходил сегодня. Хотя стратегически можно брать доллар-рубль целью на 76.27. Вот такая идея. Кто хочет рискнуть, ну можно, но без меня. Я не вижу такой, знаете, безусловности движения доллара-рубля наверх. Мне кажется, другие инструменты, тот же еврик, тот же фунтик, гораздо интереснее. Сегодня австралиец, посмотрите, трудно поддерживать далеко. Мне кажется, незачем рисковать, если есть менее рисковые варианты. Ну, друзья, вот так выглядит технический анализ. Фундаментальный анализ. На удивление, мало сегодня новостей. Понятно, что новость об авиаударе США по Сирии – новость номер один. И она будет действовать в качестве импульса сегодня в течение дня. Друзья, биткоин. Давайте даже посмотрим биткоин на битфинексе. Серьезные события происходят. Мы его не рассматриваем по причине того, что я не хочу, чтобы вы туда входили. Я хорошо помню 2018 год. Хорошо помню, какие как раз вот ровно три года назад, ближе к апрелю, начались такие большие проблемы. И вот сейчас та же история. Посмотрите, были на уровне 58, сейчас уже 44. И такое впечатление, что на этой недельке мы закончим глубоко внизу. Да, в среду удержали, вчера попытались вытащить наверх, достигали 51,470. Ну и все. Ну и все. Сейчас мы на лоях недели. И явно мы идем вниз. Поскольку биткоин торгуется, и вся крипта торгуется круглосуточно, у нас нет понятия пятничной коррекции. Это здесь неуместно. Здесь просто идет о тренде. Тренд явно вниз. Видимо, подсос новых участников сократился. И мы явно идем вниз. Поэтому здесь я бы не становился против тренда. Кто хочет поторговать, попродавать биткоин сегодня в течение дня, я считаю, вполне допустимым. И то, что уже прошли большой путь достаточно, это ни о чем не говорит. Он может падать еще и тысячу долларов, и две тысячи долларов. Он мощно движется. Бывают очень мощные движения. Поэтому настроение, судя по всему, уже против биткоина. Потому что с одной стороны укрепляется доллар. А с другой стороны новостей, стимулирующих для доллара, для биткоина, пока нет. Никто больше пока не объявляет о том, что он покупает биток. Никто не объявляет о том, что будет использовать в качестве платежного средства. И так далее. И даже Маст, который, собственно, и обеспечил такое мощное движение, уже выступил. Напомню всем, на этой неделе он выступил. Сказал, что это было безрассудное решение покупать на Теслу, покупать биткоин. И что он дистанцировался очень хитрыми, на его взгляд, словами. Я же не инвестор, я инженер. Что вы вообще, господин Маск, зачем вы вообще полезли в это дело? Вот если я не врач, так я не лезу аппендицит вывязать никому. Хоть вот вы, не дай бог. Бедный тот человек. Таковы-то, если не инвестор, почему компания, которой вы руководите, получаете за это миллиарды долларов в год? Почему она купила на полтора миллиарда долларов биток? И почему вы еще и, так сказать, популяризировали это решение? Еще обсуждалось, что вот теперь Теслу в автомобиле будем продавать за биткоин. И тут же, через несколько, сделал этот выстрел и через несколько дней ушел от этой темы. По сути, дезалуировал. По сути, бросил биток на сидение спекулянтов. Поэтому, друзья, ни малейшего шанса сегодня битка наверх я не вижу. Иван Кочек. Кройтесь. 44 600. Ну, достойный уровень. Особенно, кто из наших коллег, входили на уровне 20-30. И, как бы, прибыль-то будет огромная. Что там? Но просто ждать сейчас, вот в текущей ситуации, сегодня. Я торгую интродэй. Сегодня ждать биток на соточку? Нет. Никак. Сегодня или пересиживать, естественно, или зафиксировать прибыль. Я абсолютно убежден, что ниже можно будет взять. А ну, если волна поперла, она поперла. Вот если стрельнула на 8 тысяч долларов в день на маске, вот оно и стрельнуло. Вот сейчас без маска, маск руки утер, из кадра ушел. Все. Без маска сейчас оно провалится туда на 30-очку, мне кажется. Ну, ничего не держит. Ни в плане психологическом, ни в каком. И вот эти все мифы о том, что там вот завтра то начнется, все начнется. Бросьте вы. Тем более, во многих странах крипту откровенно давят. Прямо, косвенно, через публичные выступления. Вот, например, сегодня в России выступил, я увидел, он был вчера, я так понимаю. Глава банка открытия Михаил Задорнов назвал битпоинт синонимом пирамиды МММ. Рекордный рост криптовалюты, по его словам, стал результатом абсолютной случайности. А считать ее реальным инвестиционным активом странно. И вот такое мнение повлияет сегодня на людей абсолютно. И такие выступления звучат во многих странах мира. Поэтому думаю, что сегодня укрепить крипту не получится. Я вообще лично полностью на стороне крипты. Криптовалюта – это частные деньги. Ну, вы знаете, я либерал, всегда за частную инициативу. Когда она летит наверх, я радуюсь. Но сейчас, когда она летит вниз, лететь вместе с ней вниз не надо. А сегодня уже это очевидно. И я вижу, что многие государства, чиновники, руководители госбанков разных странах мира начали уже атаку на крипту, на вторую вот эту волну, пытаются сбить вторую волну. И, строго говоря, это вопрос сейчас, до какого уровня они его загонят вниз. Я думаю, что крипта выживет. Уже, так сказать, вот если три года назад был вопрос, выживать, не выживать. Нет, сейчас она выжила. Людям понравилась идея частных денег. И это замечательно, просто отлично. Но не сейчас. Она будет расти. Когда это будет? Через год, через два, через три, не знаю. Но сейчас даже не это главное. Главное, до какого уровня ее затолкают вниз. Ну, друзья, спасибо всем большое за участие в этом эфире. Напоминаю, что монета вчера показала... Состоялся buy, минус мы ей уже поставили. Давайте посмотрим сегодня, что произойдет сегодня. И так, друзья, у монеты две стороны. Buy и Sell. Бросаем, волнуемся, смотрим. И видим, что Sell видит монета на сегодня понетке WTI. Макроэкономика сегодня пустая, ничего интересного. Ну, а мы с вами давайте посмотрим, подведем в итоге, что можно торговать сегодня. На мой взгляд, сегодня можно покупать доллар, прежде всего, по трем инструментам. Это через продажу еврика, фунтика и биткоина, друзья. Все остальное менее для меня очевидно. Ну, а вы, как вы знаете, я останавливаюсь только на инструментах, которые для меня наиболее очевидны. И таким образом следствия этого наименее рискованы. Спасибо, друзья. Всем удачной торговли.